Минувшая ночь в Верховной Раде больше напоминала ночь не на католическое Рождество, а на Хэллоуин принятый бюджет. Многих не только развеселил, но и всерьез испугал. Еще накануне парламентарии решили, что не покинут рабочие места, пока не примут бюджет. Хотя проект документа, который принес в Раду премьер-министр Яценюк, вызвал шквал критики. Голосовать за смету 2016 многие депутаты отказывались. Вы, Гирша Януковича, скотиняки! Переговоры и поиск компромисса продолжались весь день и затянулись до рассвета. Статьи доходов и расходов переписывали буквально на ходу, и проект снова и снова ставили на голосование. К четырем часам утра депутаты сдались. И только затем выяснилось, многие народные избранники даже не успели прочесть окончательный текст документа. Ведь как иначе объяснить то, что урезаны все социальные выплаты, повышены налоги для малого и среднего бизнеса, зарплаты и пенсии увеличены на гроши. Наука и медицина получат минимальное финансирование. Зато, к примеру, на проведение фестиваля патриотической песни выделен миллион долларов. Кроме того, миллионы уйдут на содержание аппарата президента и правительства. Больше всего бюджетных средств получат силовые ведомства. Они уже все бурдалаки поделили, они даже не придут сегодня. А зачем? Уже губы жирные, уже вытирают все, обожрали Украину, от которой они кричали «люблю, люблю». Сжирают они Украину. Это самое жуткое, что было за всю историю. Такого цинизма не было. Это антиукраинский парламент, это антинародный парламент. Это коалиция безумия и уничтожения украинского народа. Бюджет не поддержали оппозиционный блок и Батькивщина. А вот те, кто проголосовал за проект, оправдываются, мол, в противном случае Международный валютный фонд не выделил бы Украине очередной транш. По словам экспертов, бюджет действительно писали под диктовку западных доноров. И макроэкономические показатели взяты, что называется, с потолка. К слову, голосование вслепую для Верховной Рады не в новинку. Бюджет 2015 также приняли под утро всего за несколько суток до Нового года. И не только бюджет. Изменения в Конституцию принимаются у нас ночью. У нас налоговые законы принимаются ночью. Я это объясняю единственным вариантом. Дело в том, что в Вашингтоне в это время день. Теперь утвержденный проект должен подписать президент Украины, а парламентарии уже поспешили отправиться на новогодние каникулы. Бюджет называют тактическим, и в течение года парламентарии будут возвращаться к главной смете страны и переделывать ее. То есть уже сегодня очевидно, что документ, принятый для МВФ, явно далек от украинских экономических реалий. Галина Радевич, Владимир Февчук. Наши новости ОНД. Киев.